Здравствуйте! Откройте интернет и вы обязательно найдёте множество советов о том, как жить здоровой жизнью. Альтернативное молоко, которое действительно лучше. Новое исследование, которое принесёт пользу вашей фитнес-тренировке. Суперэффективная диета. Ну и так далее и тому подобное. Все эти здоровые привычки, конечно, привлекательны, полезны и замечательны. Но если вы только выбираете приоритеты жизни в стиле велнос, то с чего начать? Предлагаю 8 простых велнос-привычек, которые сделают вашу жизнь более здоровой и насыщенной. Первое упражнение на гибкость. Поднимите руку, если вы проводите большую часть дня, сгорбившись за столом. Возьмите привычку делать упражнения на гибкость 15 минут каждый день. Когда мы хорошо двигаемся, у нас лёгкая походка, мы чувствуем себя великолепно и снижаем риск получения травм в будущем. Это может быть йога, суставная гимнастика Норбекова. Ну или поищите что-нибудь, походящее в интернете. Выбирайте то, что вам больше нравится. Второе. Добавляем пробиотики в свой рацион. Бактерии в вашем кишечнике влияют на всё, от иммунной системы до пищеварения и даже настроения. Добавьте в свой рацион больше пробиотически богатых продуктов, таких как йогурт, кефир, чайный гриб, квашеная капуста, маринованные огурцы, ну и другие. Можно применять и специальные добавки, БАДы. Выберите физическую нагрузку. Здесь множество вариантов. Плавание, фитнес, танцы. Главное, чтобы нравилось, приносило удовольствие и происходило регулярно, примерно 3 раза в неделю. Не обязательно тренироваться до седьмого пота. Главное, чтобы тренировки приносили радость. Физические упражнения поднимают настроение, снижают напряжение и стресс, улучшают сон и дают ещё множество других преимуществ для здоровья. Соблюдайте баланс. Порой более выгодно дать себе день отдыха от физической нагрузки и получить несколько дополнительных часов сна или просто отдыха. Это поможет стать энергичнее на следующий день. Баланс важен в обычной физкультуре, диете, социальной жизни и даже в графике сна. Пятое. Создайте утренний ритуал. Исследования показали, что ключом к созданию полезной привычки является повседневное повторяющееся действие. Ритуал. Говорит Алекс Сильвер Фаган, тренер по фитнесу. Раньше я была одним из тех людей, которые просыпались за 10 минут до того, как приходилось выбегать за дверь. Теперь я планирую лишний час утром, чтобы выпить кофе, почитать журнал, сделать упражнения на растяжку, а затем ухожу. Это значительно уменьшило моё беспокойство, а также помогло моему пищеварению. И эта верность привычка поможет превратить вас в человека утро. Пейте чистую воду. Гидратация должна быть вашим приоритетом номер один для здоровья по длинному списку причин. Вода помогает переваривать пищу, увлажняет кожу и мышцы, а также помогает чувствовать себя сытым. Седьмое. Делайте 15-минутную паузу каждый день. Выделите для себя 15 минут в день для того, чтобы подумать, выверить свои действия, выразить доброту к себе и очистить свой разум. Это не обязательно должна быть медитация или тренировка. Это может быть ванна, маска для лица, прогулка или чтение книги. Вы должны в первую очередь позаботиться о себе. Тогда вы сможете быть более полезными для других людей. Восьмое. Ешьте натуральные продукты. Выбирайте экопродукты, откажитесь от копчёности, ешьте меньше полуфабрикатов, готовьте дома. Наши предки устраняли проблемы со здоровьем, травами, натуральными эссенциями, эфирными маслами, специями и специальными блюдами. Сейчас эти прописи доступны в виде БАДов и расфасованных натуральных эфирных масел. Не забывайте про витамины, минералы и микроэлементы. Не обязательно начинать вести здоровый образ жизни, вырабатывая верность привычки по порядку. Начинайте с той привычки, которая нравится больше. Сосредоточьтесь на одной. Как только вы освоите одну, переходите к другой. Желаю вам успехов на пути к здоровому образу жизни. Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал.